Эхей! Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, это канал Купленов Плей. Хочется отлить ему, нихуя жся, чё случилось? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А я предупреждал, не надо совать свою пипиську в любую дыриську. В клинику. Ну, собственно, начинаем мы пятницу, так сказать, последний день оригинального постола проходить. Что пишут в газетах у нас сегодня? Убийца всё ещё держит всех в напряжении. Что за убийца? Давайте-ка его найдём и скажем ему, что, человек, не надо держать всех в напряжении, мы мирные граждане, нам не нужны лишние проблемы. С момента последнего летсплея, то есть с момента последней записи, я выбросил к хуям всё своё оружие и оставил только самое нужное, а именно это снайперская винтовка, спички, не знаю зачем, М16, хотя говно, но пусть будет. Дробовик и пистолет. С дробовиком мне нравится всех больше, поэтому будем бегать с ним. Итак, вперёд, друзья, на поиски приключений! Первым делом, как я уже сказал, мы пойдём лечиться. Где у нас клиника? Свалка, полиция, банк, это не там. Так, нам надо, значит, по прямой через библиотеку и в клинику, значит, мы пойдём сюда. В прошлый раз вдруг внезапно здесь появился прямой проход, поэтому лишних телодвижений мы делать не будем и пойдём сюда. Скучно в городе стало за последние, то есть, за последние пять дней уже вроде всех мы перестреляли, всех мы убили, до сих пор ходят спецназовцы группой. Это какой-то своеобразный гей-парад. Я предлагаю их убить, или нахуй нам это не надо? Бронежилета нет у нас, поэтому мы не будем никого трогать, просто попрыгаем, как маленькие девочки, как маленькие толстые девочки, которые очень любят прыгать. Просто попрыгаем. В полицию мы не пойдём, а вот она и клиника. Пойдёмте вылечим свою пиписечку, чтобы можно было её совать куда положено. Ещё раз пошли на дикотеку, напоролись там в полную зюзю, уебались щами пару раз об чей-нибудь кулак, то всё равно не надо, не надо никому совать. Суйте только проверенным людям. Хотя, если вам скажут, что чувак, вот эта чика, она была проверена, в такую тоже совать не надо, потому что если её проверяли много, можно оказаться в такой же ситуации с зелёной мочой. Так, клиника, клиника куда-то сюда. Ай, как же далеко до неё идти, вот так всегда, блядь, либо скорую вызовешь, она приедет к тебе через три часа, когда ты уже кони двинешь, либо идти до неё самому. Здесь, конечно, вариантов больше, что ты дойдёшь, но всё равно это как-то проблематично и не очень культурно, ходить в клинику самому. Хотя, с такими проблемами, как у этого чувака, смысла вызывать скорую помощь нет, потому что нужно сдавать анализы. Нужно проверяться, откуда у тебя это и зачем тебе всё вот это вот случилось. Где же наша клиника? Блядь, спецназовцев просто хуево тучи здесь. Собака, а если подобрать собаку, можно? Нет, ни хуя нельзя подобрать. Пошли нахуй все. Так, где же клиника-то, я не пойму. Она куда-то вверх, вот сюда может быть, а здесь может быть клиника. Какое-то мрачное хуёвое здание. Нет, совсем. Может быть, это частная больница, как бы. А чё случилось-то? Чего случилось-то, ребят? Давай, до свидания, что ли? Ёп твою мать! Ребята, ребята, одумайтесь, окститесь! Вали всех нахуй! Ой, блядь! Ой-ой-ой! Вот это я панику навёл, ребят! Я не хотел, серьёзно! Да как же попасть в эту ёбаную клинику-то, я не понимаю. Не понимаю, мя-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Это как люди, которые подписывают нам петицию, они говорят мя-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Всё, ребят, вы меня конкретно разозлили. Это не я, ребятушки! Я тут ни при чём. Я просто иду лечить свою писю. Моя пися не очень заебися, поэтому мы идём её лечить. Ну что ж ты будешь делать-то, ёп твою мать? Как попасть в больничку-то? По-моему, блядь, гуляя по шахтам, в больничку не особо попадёшь. Ёбаные вот эти промышленные районы никогда не отличались добродушностью и чем-то хорошим. Как попасть в клинику? Ещё раз спрашиваю, как попасть, блядь, в ёбаную клинику? Может быть здесь? Пошли вы нахуй. Сами вы все идиоты. Вы просто не знаете, с кем вы имеете дело. Я же могу в любой момент распидорасить вас по стенке. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, мясо паника. Что за, действительно, что за хуйня? Так, вот. Что это? Где это? Ну, здесь тоже нет клиники. Ну, как так-то? Так, надо повернуться и идти вот сюда. Вот, наверное, клиника. Ну, наконец-то же, ёп твою мать. Как запутана эта карта. Кругоблюющие чуваки. Чувак, пойдём со мной. А тебе тоже, по-моему, надо немножко лечиться. От тошноты, а мне от хероты, которая из меня льётся. А вот и клиника. Добрый день, ребята. Мне надо полечиться. Привет. 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 Вам вообще кто-нибудь может помочь? Бл***, честно говоря, я пришёл сюда именно поэтому. Меня всё время рвёт. Бл***, бл***. Пожалуйста, снимите штаны, мне нужно вас осмотреть. На. Ах, гонорея. Идите с этим рецептом. Гонорея, ёп твою мать. Спасибо. В какую аптеку? С каким рецептом? Дала мне рецепт? Я не вижу рецепта у себя. Ладно, пойдём. Аптека вот сюда. Вот, пойдёмте в аптеку. Ну, в принципе, даже если бы она дала мне рецепт, я не особо разобрал, наверное, что там написано. Вы же все прекрасно понимаете, как выглядит почерк врачей. Это, б***ь, их кардиограмма. Тупо. Они не заморачиваются особо. Они берут снимок кардиограммы любого человека и пишут её в рецепт. Раньше так, когда не было компьютеров и не было возможности быстро всё распечатать и взять с собой шпоры, например, на какой-нибудь экзамен. Люди... А, нет, это я не то несу сейчас. Я потерял свою мысль, я не про то вам рассказывал. Раньше, раньше, когда не было возможности... А, так вот она. Почему в клинике аппараты говорят не по-русски? Наверное, всё потому, что наши нихуя сделать не могут путные и заказывают их из Германии с английским языком. Ну, так вот, раньше, когда люди плохо посещали лекции и им надо было сдавать конспекты под конец, чтобы поставить хотя бы сраный зачёт или троечку, они брали расчёску и тупо по расчёске вводили всякую хуйню и сдавали преподу и говорили, что вот, товарищ препод. Мне это не нравится! Ну как, блядь, так-то? Может, сюда нас ссать? Ну, вы меня поняли, собственно, с этим конспектом. Ну, наконец-то. То есть препод особо всё равно смотреть не будет. Он видит, что тут написано и не одинаковыми буквами. И всё, заебись. Следующее! Следующее, действительно! Нам эту... Так, давайте эту хуйню. Так, мы не можем. Вот, отлично. Мы готовы. Мы вылечились. Так, застегни ширинку и пойдём отсюда нахуй. На выход, товарищи, на выход. Своё хозяйство мы, так сказать, подлечили. Теперь пойдёмте возьмём другое хозяйство, а именно генератор, с помощью которого мы можем завести наш ебучий запорожец и пойти форсить, форсить перед тёлками, катать их на машине, катать их на кожаной машине. Ну, вы понимаете, о чём я говорю, да? То есть, раньше, когда были все совсем молодые, нам хватало просто, хватало того, что тёлку можно было посадить в машину, это было уже свидание. То есть, если ты брутальный 16-летний чувак, у тебя ещё нет прав и в помине, но у тебя уже есть отцовская тачка, ты можешь просто охуенно тусануть. Ты можешь подойти к любой тёлке, а точнее подъехать с музыкой, там типа чё-то. Чёрный бумер, чёрный бумер, посмотри на мою шехту, она такая же, как бумер, да и садись, давай-ка ко мне. Эх! Ну, так же они не клевали, когда я так делал, но... Бедный, больной, детство, блядь, никогда не понятно, что и зачем. И как вообще нормально общаться с тёлками, как их... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Ах, да, блядь! Смотри, это, блядь, просто какой-то гепард, его хуй догонишь. Гепард, это же тоже семейство кошачьих, правильно? Они очень быстро бегают, по-моему, это одно из самых скоростных животных вообще на планете. Так, вход в напалм. Напалм нам не надо, напалм горит, по-моему, до сих пор, мы же в прошлой серии брали этот ебучий напалм. И потом была веселуха, когда чувак Полностью здоровый человек, я бы вам сказал Решил воспользоваться напалмом дома Зачем? А главное, нахуя даже, я бы так сказал Он решил использовать Эту хуйню у себя дома По-моему, он собирался жарить Полить им сорняки Так, кто нам? Вот Вот, наверное, вот этот чувак сможет нам продать Генератор, аккумулятор Привет На, тебе денег Прошу прощения, но этого недостаточно А че, охуел что ли, слышь, толстый, блять Тебе сколько надо, у тебя и так Вон пузо до колен висит Недостаточно ему Ну-ка давай, блять, рискни нахуй Ой-ой-ой-ой Ребятушки Одумайтесь Блять, опять кончились патроны Дробовик, пиздатая вещь, но так быстро кончаются патроны Что вся его пиздатость Уходит просто в никуда Так, идем Идем, куда-то мы идем Значит, где-то есть Где-то есть генератор А вот и он Собственно, зачем далеко ходить Можно снять его с такого же запорожца Следующий Следующий, да Давайте Блять Давайте отбиваться, наверное Собака раз Собака два Собака три У нас перед нами три противника Предлагаю запрыгнуть на машину И они нам ничего не сделают И просто тупо их перестрелять Вот и все Вот в этом вся соль Надо очень быстро Быстро и решительно предпринимать действия Ай-яй-яй Иди сюда Шарик До свидания Так, здесь все Перегородилось Наверное, теперь через Псарню надо идти Нет, здесь тоже тупик И куда же нам? Пойдем сюда Как культурно сложена машина Это, блять, искусство Это какой-то абстракционизм А басы Его цинизм Так Так Это Кругалям мы дали Нам не сюда Там тупик Как культурно Все, блять С треугольничками Так все весело Хорошо Красиво А перепрыгнуть-то нельзя? Ну, блять Я не верю в это, чувак Какой же ты Слабоватый На передней ножке Тебе надо походить В спортзал Фитнес-центр Там потягать гири на ноги Тогда ты будешь Охуенно прыгуч Просто принц Персия Обосыться от зависти Когда увидит Насколько охуенно Ты можешь Прыгнуть Как высоко И как пиздато Кошка Кошка отвлекла, блять Собаку Кошка, значит С нами Она за нас Но они же видят Что мы их собираем И ничего плохого С ними не делаем Не надеваем их На автомат Ну, не мучаемся Не мучаем животных Так сказать Слечка Собачка Опять тупик Да что ж такое-то Куда идти-то Епта мать Сколько можно Бродить по этой Ебаной свалке Просто представьте Вот вы ходите По свалке А там реально же Воняет Маслом Вот этим вот Ебучим машином Еще чем-то Так, мы оттуда пришли Ай, как все это Глупо, блять Бродить По кругу По кругу Прописывать радиус Вокруг бочек С какой-то охуенной Плохой жидкостью Собаки У собак здесь тупик Здесь войти некуда Какие-то Кошачьи Какашки Собачьи Так Ну я не знаю Ну давайте еще раз Давайте я наверное Стопорну И сейчас найду выход И вернусь сюда Ну так вот Нашел я выход Оказывается Там надо было Повернуть в одном месте Налево И через Прессовальную машину Выйти отсюда Нахуй Продолжим Что у нас дальше По плану По плану у нас По-моему Дальше Сходить Забрать посылку Что ближе Вот мне интересно Ближе наверное Все-таки Сходить за посылкой Потому что Дядя Дэйв живет В таких Пиздобратьях Что просто Дойти до него Быстро Не получится Поэтому мы пойдем Отвесим пиздюлей Почтальоном И заберем Свою посылку Из Китая С каким-нибудь Усиленным Мугент Пауэр Аккумулятором Все прекрасно Наверное понимают О чем я говорю Потому что В современном мире Покупая Какой-нибудь Смартфон На базе Того же Андроида Аккумулятор Просто летит То есть С утра Ты включил телефон Отправил СМС И все Аккумулятор уже Пищит Заряди меня Пожалуйста Друг Я сейчас Подохну Поэтому Все выбрасывают Нахуй Комплектные Аккумуляторы Идут на сайт И заказывают Себе Нормальный Усиленный Аккумулятор Который Процентов На 20 Возможно На 30 Получше Держит Это конечно Не так много Но все равно Дает тебе Уверенность В завтрашнем Дне Я бы сказал Что Завтра Ты проснешься И смартфон Твой до сих Фор будет работать Хотя и будет Так же дико Просить зарядки Но со Стандартным Полегче И сама Ты нахуй Иди Ребят Успокойтесь Хватит Хватит Господа Пойдем Спиздим Еще раз Пончики Уже руки Она уже Наверняка К нам Привыкла Хотя Мы сегодня Без Одежды Полицейской И поэтому У нас Нет Поблажек Быть Не должно Да кто же Меня так Стреляет До сих Хор Ты какой Нелагомонный А Ёп твою мать Кто так Шмаляет Ты что Мать Ой Ой Паника В городе Куда он Интересно Их девает Если у него В руках Даже нет Пакета А где я взял Бронежилет Кто не скажет Мне Кто-нибудь Заметил Где я взял Его Я не видел Почта 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 Странно Что Здесь Как бы Ты пришел На почту И посылка Твоя Уже есть Обычно Если ты Приходишь На почту Тебе говорят Дружок Одумайся Какая Блять Посылка Ты заказывал Ее всего лишь Полгода назад Она еще Даже не пришла Она где-то У нас на таможне Пинается Ногами грузчиков И говорит Что Блять Чувак Ну ты подождешь Еще пару месяцев Ну нахуй тебе это надо Как будто Ты так Мечтал об этом Всю жизнь И не можешь Подождать еще Пару месяцев Да Именно Такие Блядские мысли В головах У этих Работников Почты Они не хотят Доставлять Людям радость Они хотят Доставлять Посылки Причем С опозданием Причем С охуенным Опозданием Так Товарищи Где у вас Окно По принятию Посылок Наверное Вот здесь В какую Блять Очередь Ты о чем Дурочка Что ты несешь Какая Блять Очередь Привет Давай Я прошу Кого нибудь Принести Ее Давай А и все И делов Отлично Я то думал Придется Куда то Идти Хуй с горы Солнце Еще высоко Работай Нормально Так Общаются У себя На почте Эй Ты Хуй с горы Ну-ка Принеси Этому Чуваку Посылку Так Идюд Идюд Это я Это чувак Какой то Шеф Какого то Не пойми чего Ну ты заебал Так долго ходить Пир Дайс Амазон Ебаныш Стыд Вот так Нихуя Себе Посылка Какой парень Я ничего Не делал Вы о чем Ребят Я блять Ничего не делал Вы же в курсе Он сам подошел И сам взорвался Может он ебаный террорист Причем тут я то Ой как ты заебался Ты второй поправкой Уже всех Ребята Я Нич Ай Я ничего Не делал Ребята Ну что же вы делаете Оксетитесь Одумайтесь Господа Я добропорядочный Ой как вас много Ой 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 А это что за ящик Его можно пнуть Точно Так Где наши пончики Которых мы набрали Очень много Сейчас мы Чутка отхилимся И пойдем Фу 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 Кто Кто Что случилось Где выход Где Дверь Наружу Ой 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 какой я кривой С первого раза не попался Ой 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 Да я Блять киллер Меня можно нанимать Убивать людей Правда Без палева Не получится Но все равно Так я с тобой нормально Обращаюсь Вот кто там все делал Нет тебе Вот трубка Ой бронежил Ой да я теперь просто Так Иди в пизду Не нужны мне лишние оружия Я и без них Прекрасно победу Когда потом вас просто Выбирать обратно Дробовик А вас заебешься Перелистывать Охуенно Чувиха ходит По почте С мечом Блять Кем она тут работает А ну хотя Все логично Она разрезает посылки Это ее рабочий инструмент Эх Нихуя Ты чем там так заряжаешь По мне Бля Чувак Не ругайся Мат Смогут смотреть дети Конечно Конечно же Она попадает Так Я так и не нашел Честно говоря Как перезаряжаться Поэтому Сделаю вот так Шмальну И У меня уже целая бойма Так А вот и выход Ай-яй-яй Да откуда ты здесь взялся Тебя здесь не было А у меня тоже дробовик Только у меня помощней Ой-ой-ой Спецназ Блять Нихуя себе У них оружие Что за новый разработчик Может сейчас Мне удастся с него Пострелять Так это вот Эта вот Коя что ли Она какая-то Неэффективная Я вам скажу Абсолютно Так Пончики Где мои пончики 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 Вот они Так 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 А вот и бронежилет Отлично Перестань Ой А кто стреляет Еще Ай Опять кончились патроны А Перестаньте Ребята Перестаньте Разрезать Разрезать Которые Разрезать Которые Блять Весь бронежилет На вас потратил Сраный Почтальон Откуда на почте Столько оружия Скажите мне С мечами Блять С автоматами Что вы тут делаете Хватит Давайте возьмем Пистолет С него по моему Эффективнее И быстрее Будет В таких замесах Если конечно Я попаду В голову Выпустите меня Нахуй На свободу Да вы за Блять Какие же они Все таки Меткие И злые Ой Ой Нихуешь себе Откуда у тебя Гранатомет На почте Это что такое У него Блять Ну что же происходит Вообще Где выход Пиздец Как здесь много Агрессивных Почтальонов Я просто не понимаю Откуда их здесь Столько Посыльные Это Не посыльных Надо назвать Посылаемые Мною Нахуй Нет У тебя бронежилеты Вот в этом Ты и проблема Понимаешь Так Я думаю Бестолку Сейчас будет Нам записывать Как мы далеко Ходим Я сейчас Приостановлю И вернусь Когда уже дойду До хижины Дяди Дэйва Ну вот Собственно И добрались Мы до локации С хижиной Нашего дяди Дэйва Пойдем к нему В гости Поздравим С днем рождения Все таки Это дядя Это не Не чужой нам Человек Он возможно Нас воспитывал Когда отца Не было дома Собственно Собственно Судя по тем По прошлым Миссиям Когда надо было Помочиться На могилу Папочки Отец Не особо Уделял нам Внимание Воспитывал Нас только Дядя Дэйв Тут старый Старый Хороший Дядюшка Дэйв Что здесь происходит Что такое Дядя Дэйв Опять устроил Тусовку Действительно Заебись Вариант Какие они Хитрые Точно Точно Мы должны Убить всех Давай приму Я Почему Ну конечно Ты же пузатый Ты никогда Сам ничего не делал Ты просто Командуешь Так всегда Вызываете Чем Выше Начальник Тем он Жирнее У них По моему Прописано По каталогу То есть Если ты Получаешь Звание Выше Ты должен Пожирнеть Килограмм На 10 Какая же Ты кривая Тварь Не можешь Со снайперской Винтовки Попасть В мусора Тем более В такого Толстого Да в него Блять Дробовика Оттуда Можно попасть Так Собаки Тихо Тихо Ребят Оп Уже Кто-то Сзади Стреляет Устроим Здесь Кровавый Замес Защитим Дядюшку Дэйва От этих Грязных Нищебродов У которых На майке Написано ATF Да Я даже Не знаю Что это Значит ATF Это Типа Точно Точно Так Где Снайперская Винтовка Я же не зря Ее приберег Оп Оп Ой 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 Хорошее Оружие Я вам скажу Прям можно Блять Мимо Стрелять И все равно Попадешь Смотри Вот не попал Это как в контре Читеры делают Они стреляют Хуй пойми куда Но все равно Попадают тебе В голову Я читер Я блять Читер Каунтер Страйк Кто стреляет Откуда Я не вижу Я не вижу Я убил чувака На вышке Кто еще может Стрелять С таких гранат Вот Где это Хуйло Которое Хочет в меня Застрелить А вот же Вот и все А теперь Возьмем Дробовик Так Ебаный Вилл Опять Да уйди отсюда Так Что еще Где тут Граната была Тоже Нас выкинуть Люди По моему Вход Где-то Был Вот здесь По трущобам По каналам По подвалам Блять Нам надо Будет попасть К дядюшке Дэйу При этом Перезарядив Дробовик Естественно Потому что Мы же До сих пор Не научились Перезаряжать Правильное оружие Я не нашел Кнопки Такой В управлении Возможно Я слепой Возможно Я мудак Но Такой Кнопки Нету Блять В этой Игре Нет Кнопки Перезарядить Оружие Возможно Так Задумано Чтобы Игроку Было Сложнее Ой Блять А я По моему Своих Да Начал Расстреливать Да и Хуй С ними Все Что Попадается На моем Пути Должно Умереть Так Присесть Присесть Дальше Куда Явно Не в огонь Так А это По моему Сейчас Нихоя Путного Не сделали Да Сейчас Тупо Дадим Круголя И Не попадем В домушку Ну да В принципе А нет Вот играла Музыка Значит Где-то Здесь Есть Наверное Вход Только Что Я слышал Что Заиграл Метал Значит Где-то Можно Войти Чувак Извини Но Ты Был Слишком Слишком Уж Хорош Для Этой Игры Афу 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 А может Быть Вон Вход Все Гораздо Проще Не надо Никуда Бродить Или Здесь Нет Это Не двери Нихуя Ну Давай Попробуем Еще раз Наверное Не в тот Какой-нибудь Поворот Свернули Просто И поэтому Никуда Я не попал Так Развилочки Ну Здесь Здесь Только Один Ход Вот Здесь Вот Здесь Возможно Вот Нет Здесь Блядь Откуда Это кто А это Это мой Вот сюда Вот сюда Мы не ходили Заверни Это и нет А вот звездочки Были Вот звездочками Ты действительно В прошлый раз Сказал в тему Вот Ими можно А дробовиком Нет Дробовик Он не для этого Ой Дядя 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 Дэйв Привет Дядя Дэйв Держи Подарок Или Или это не ты Нет Это он А почему Он не берет Подарок Ух ты Какая Забавная Фигура Я тоже Такую Хочу Дядюшка Дэйв А дядюшка Дэйв Возьми Подарок Пожалуйста Я умоляю Тебя Иначе Он придется Тебя Застрелить Блядь Не Хочет Он Застреливаться По-моему Нет По-моему Он не убивает Надо подождать Пока он Сюда зайдет И начнется Скриптовая Заставка В которой Он Скажет Спасибо Тебе Чувак За классный Подарок А он Играет В Ларри Краба Он Не наш Чувак Ну иди Сюда Дядя Дядя Дэйв Пойдем Я дам Тебе Подарок Ну дядюшка Ну дэйвушка Ну возьми ты свой Ебучий Блять Квадратный Подарок Я прошу тебя Я умоляю Сука Дядя Дэйв Смотри куда прет Ты еблан что ли какой Я не пойму Или чего Так Ну наверное Зря я сделал Что Убил Всех этих Белых Пидорасов Давайте Наверное Я еще раз Стопорну И пройду Заново Чтобы Нормально Сработана Скриптовая Вставка Так Ну вот Собственно Я дошел До Дяди Дэйва Не убивая Вот этих Вот ребят В белых Майках Значит Сейчас он Примет Мой подарок Правда Выжить Дядя Дэйв Держи Подарок Друг От всей Души От чистого Сердца Копил Полгода Чтобы купить Тебе Эту Хуйню Которая Завернута В красивую Цветастую Квадратную Коробочку Не так То Все Просто Друг Пора Время Идти Домой Пора Время Отличное Словосочетание Пора Время Сейчас Нам Будут Давать Охуенных Пиздюлей Это Надо Как То Избежать Что происходит Сейчас Я не помню Эту заставку Честно говоря А Танк Приехал Вот Это что Блять За Call of Duty Началось Раз Два Три Все Нихуя Вы смелые Втроем Полезли В цитадель Зла За это Вы будете Жестко Наказаны Я вам Обещаю Ой Нет Смотри Сколько их Они Пока Бежали Расплодились По моему Дядя Дэйв Нам Поможет Ой 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 Ребятушки Ребятушки Дайте Пройти Не надо Гореть Что же Что же Что же Я думаю Ебать Сколько Здесь Много Вы смотрите Что происходит Они Просто Падают С потолка Ой 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 Как все Тут Зато Есть Бронежилет Возьми Вот Отлично Да Что же Второй Раз Он При мне Произносит Эту Фразу Я Никак Не могу Услышать Как же Его Надо Теперь Называть Так Здесь Закрыто Здесь Ай Яй Ай 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 Быстрее 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 Перезаряжай Ее Быстрее До свидания Мадемуазель Нет Нельзя Мы же Только что Это выяснили Чувак Ну зачем Ты по сто раз Повторяешь Одну и ту же шутку Она уже не смешная Я уверяю Блять Сюда нельзя Если ты повторишь Шутку сто раз Она от этого Смешнее Не станет Это давно Известный факт Хотя Наверное Евгений Ваганович Об этом не очень хорошо знает Поэтому Для него Каждая шутка Повторенная Семьсот пятьдесят Раз становится Только смешнее Так Ну и что Ты меня шмальнешь Сейчас нет По-моему Никто не хочет С меня стрелять Поэтому Давайте все-таки Обойдем На всякий случай Сзади Потому что Мало ли Так По-моему Он не поворачивается Значит ничего Ожидать Особо страшного Не предполагается Ну в принципе Все наверное Да А где же В какой-то Миссии По-моему Должны были кошки С неба падать Или это Не в этой игре Айяйяйяйяй Блядь 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 Где моя Снайперская Винтовка Ой как все Хуево Ой как все Взрывается Куда вы Полезли Против меня За снайперской Винтовкой Откуда Вот он бросает Гранату Где Где это Скотина Приныкалась Ла 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 Блядь Можно было И с этой Пушкой Так сказать Походить Захотел Приблизил Не захотел Уебал Прям так Тоже Неплохо Ой толстый Ты куда Блядь Не умеешь Обращаться С оружием Ну не берись Ты Не лезь Где пончики А вот они Та-та-та-та Та-та-та-та Так Ну где же Должны быть Кошки Я помню Что падали Кошки с неба Это был Какой-то Локальный Пиздец Локальный Апокалипсис Так Хороший Бог Это Апокалипсис Ну да Впрочем Шерифт Забавный Все Хотят Меня убить И вот сейчас Наверное Начнут Падать Кошки Да Ну точно Ребятушки Одумайтесь Я же Хороший Сюрприз Ай Да что ж Такое У меня только Что был Бронежилет Какого хуя Он так быстро Кончится Так Надо по-моему Взять оружие Помощнее Что-то Типа Вот этого Только что Видел я Бронежилет Перестань Неужели он Так быстро Кончился Они же Не могли Меня просто Одним Выстрелом Снести Сто Сто хилов Бронежилета Или на меня Тебе Все испортил Все испортил Так Дробовик Я нашел Быстрые Кнопки Блять С помощью Которых Можно взять Быстренько Дробовик Блять Как опасно Это сейчас Все Бронежилета Нет Пончики Кончились Одна Трубка Здоровья И с этим Запасом Вы предлагаете Мне пройти Три локации Это нереально Ребята Хотя В случае Со мной Реально Все Не просто Жет так Мне дали Дробовик И сказали Чувак Записывай Летсплей Твой Летсплей Будет просто Охуенен И наполнен Юмором Я надеюсь Хотя Все это Грязный Пиздеж Просто Проходим Проходим Игру И Пытаемся Сделать Ее Немножечко Смешнее Хотя Куда Смешнее Можно Сделать Постол Это же Просто Цитадель Юмора Нихуя Себе Смерть Смотрите Это Смерть Смерть Косой В костюме Попал Вы когда Нибудь Вообще Думали Об этом Ой Чувак Вот он Наконец Наконец Он решил Мне отомстить Я убивал Его буквально В каждой серии Каждый день И теперь Он решил Мне отомстить Так Мы там Панику Посели Там все Друг 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 Должны Были Перебить Все Что-то Воняет Все Дымится Чего Здесь Случилось Жалко Я этого Не увидел Блядь Зарывается Ое Сука Отстань Отстань От меня Так Быстрее Быстрее Отсюда Бежим Пуча Пуча А Блядь Я уже думал Не будет Прогрузки И пост Вся карта Загрузилась Целиком Почему нельзя Было Сделать Именно Так Нет Ну ладно Там Раньше Как бы Да Компьютер Не имели Такой мощи Чтобы Прогрузить В такую Здоровую Локацию Целиком Но сейчас Это должно Быть доступно Сейчас Уже Многое Изменилось Компьютер Уже Гораздо Мощнее Блядь Трубка Давайте Я не буду Ни в кого Стрелять И в меня Никто Не будет Стрелять И все Будет Тихо Мирно Я надеюсь Будет Так Блядь Смотрите Что творят Эти безголовые Кошки Они просто Они просто Вытворяют Какие-то Чудеса О Мой мушкет До сих пор Здесь валяется Отстань от меня Вон Я их расстреливаю Просто как За нахуй Ну собственно Все Да Основная Игра Постола Пройдена Осталось Суббота И воскресенье Я не знаю Есть в этой сборке Суббота И воскресенье Но если есть То я их запишу В этом же Никаких проблем Нет Взять И записать Еще два дня Ёп твою мать Мы забыли Какую-то Гравийную дорожку Ну собственно Вот пятница Закончена Значит Всем пока А Суббота Начинается Ну значит Сразу Мы И потом И пройдем Всем пока Ребят Увидимся Нет Еще не пока Ну давайте Посмотрим Заставку Правда Что это вы Придумали Виагру Именно Детка Ты такой Пиздобол Ладно Хусь Мы не будем Смотреть Заставку Посмотрим Ее в следующей серии Поэтому Всем пока Ребят Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Рассказывайте Друзьям Комментируйте Эти видео И Все у нас Будет замечательно Всем пока Доктор Менги